Немного подправить ремень и складки на брюках. Это последняя примерка от пластилиновых моделей до макетов в натуральную величину за несколько недель. Теперь реставраторы готовятся к снятию слепков. Мы сейчас доводим скульптуру в мягком материале для того, чтобы с нее сняли форму. Силуэты размыты, мелкие детали потерялись, горельефы уже покрыли специальным составом. Формовочный силикон наносился, вот он белый, вы его прекрасно видите, он мягкий. Он самый лучший материал для передачи пластики скульптуры. Внутрь этой формы будет заливаться фибробетон. Поворот головы, разрез глаз, пластика, батальные сцены, времен гражданской и великой отечественной реставраторы сражались за каждую деталь. Помогли фотографии из архива скульптора Юрия Помера. Это эскиз самого скульптора. Здесь очень хорошо видно именно характер и мимика лица. Борода, папаха, патроны. Все это позволяет скрупулезно и детализированно передать замысел автора. Четыре скульптуры, восемь грельефов и почти полсотни брельефов вернутся на павильон Поволжье. Он был построен в 1954 году. В 1958 году назначение павильона решили поменять. К тому же в стране началась борьба с архитектурными излишествами. Поволжье одели фальшфасад, обшили металлическими панелями. Справа отпечаталось новое название радиоэлектроника. Внешне здание стало напоминать советский радиоприемник. В таком виде павильон простоял до 2014 года. Железный короб разобрали. Не досчитались колонны. Их теперь достраивают заново. Зато практически без потерь сохранились витражи с карты Поволжья. Витражи достаточно сложные. У них выполнены алмазные насечки. И сложность разной технологии самого стекла. Есть стекло, которое идет в классическом варианте витража. Наливное такое. А есть выявлены окрашенные элементы. Реставраторы, специалисты по витражам будут всю технологию воссоздавать. Убранство павильона — собирательный образ богатства и плодородия советских земель. На стенах и потолке подсолнухи и снапы пшеницы. Специалисты очищают колоски от поздних наслоений. После двухмесячного перерыва ВДНХ снова открыто для посещения. Фонтаны, правда, пока не работают. Зато в цветочном портере совсем скоро распустятся розы.